Девушки отдыхают И умный холодильник отправится на кухню Это холодильник для вечеринок И тут вы понимаете, что хотите еще пивка светлого, холодненького Кричите громко Холодильник, езжай ко мне Открываете, берете пиво Он выезжает обратно Они отлично управляются не только с домашним хозяйством Но и с оружием Штабные игры на картах Это уже прошлый век Искусственный интеллект сам оценит силы противника И направит на поле боя железных бойцов Армии не нужны пилоты Умные дроны сами выполнят боевую задачу Автономные катера могут охранять морские границы А новейшие электронные устройства Управлять танками и артиллерией И это только начало Сенсационные признания девушки-робота Для чего на самом деле создан искусственный интеллект Да, я могла бы уничтожить человечество Ох, зря я об этом спросил Железные русские Какую миссию предстоит выполнить роботу Федору в открытом космосе? Армия клонов Зачем Америка планирует в 10 раз увеличить количество военных роботов? Роботы с искусственным интеллектом скоро завоевают все сферы на Земле Стальная хватка Кто направляет умные машины на тропу войны? Усталость металла Насколько опасны роботы, которые должны выполнять тяжелую работу на крупных заводах? Эти руки не для скуки Как тренируется первый в мире робот-космонавт? Машины, которые нас убивают Почему андроиды с искусственным интеллектом выходят из-под контроля? Зашел сбой и пришла команда уничтожать В тисках прогресса Машины судного дня Как они проникают в наши дома под видом безобидных бытовых помощников? Что составило японского секс-робота изнасиловать своего создателя? Помощь или угроза? Чего ждать от умных машин? И могут ли они выйти из-под контроля? Вся правда о роботах и тех, кто их разрабатывает Сегодня в нашей программе Это Уран-6 Легендарная боевая машина с дистанционным управлением Роботизированный сапер Российская армия уже применяет его в реальных боях Уран-6 участвовал в штурме Пальмиры в Сирии С его помощью солдаты пробили дорогу через минные поля К стратегически важным высотам И все это под шквальным огнем противника Которого робот даже не заметил Прямой родственник этого сапера Уран-9 Новейший военный робот Это уникальные кадры Боевая машина впервые сама выбирает мишени И открывает огонь Для военных это настоящая бомба Без экипажа внутри можно вдвое сократить габариты машины И резко увеличить ее подвижность на поле боя Она станет малозаметной и быстрой А 30-ти миллиметровой пушки Урана Хватит, чтобы уничтожить средний танк Или артиллерийскую установку И все это без участия человека Роботы из России еще никогда не применялись Для нападения на людей Но это, пожалуй, исключение Из правил современной робототехники Пентагон и другие армии стран НАТО Уже несколько лет отрабатывают технику убийства В автоматическом режиме Этот российский робот Настоящий шедевр инженерной мысли За несколько лет Федор научился делать то Что не может повторить ни один западный аналог К примеру, пользоваться сварочным аппаратом Вдевать нитку в иголку И даже вставлять ключ в замочную скважину Он может садиться на шпагат И совсем скоро станет первым в мире роботом Который получит водительские права Причем такому шоферу не нужны автосервисы Робот Федор сам может выполнить практически любой ремонт Разработки у манипуляторов на Федора Практически прецизионная точность По точности сейчас Вот в достаточно узкоспециализированных задачах Робот превосходит человека У робота почти панорамное зрение Он видит гораздо больше, чем человек Машина может работать автономно Или в паре с оператором Который управляет Федором При помощи специального электронного костюма Человек и робот в прямом смысле действуют как одно целое Федор повторяет все движения оператора А человек благодаря тактильным датчикам Ощущает все, что и робот Если Федор наталкивается на стену Оператор также чувствует эту преграду Костюм сковывает его движения Ставились задачи для того, чтобы Этот роботехнический комплекс Обладал какой-то мировой новизной Или функционально его возможности Превосходили все существующие разработки Это функционально один из наиболее совершенных роботов А совсем недавно Федор освоил еще и основы медицины Он может сделать внутримышечную инъекцию И вынести раненого бойца с поля боя Однако разработчики говорят Это уже дополнительные опции На самом деле у робота есть уникальные задачи Которые до него не могли выполнить ни люди Ни автоматические системы Он может работать в условиях жесткой радиации И химического загрязнения Федор не боится высоких температур А значит способен тушить пожары И спасать людей из огня Но даже это не главная его миссия Разработчики уверены В 2024 году робот отправится в полет На околоземную орбиту Там он будет выполнять филигранные манипуляции В открытом космосе И это будет настоящий прорыв Это эксклюзивные кадры лаборатории Куда обычно не пускают журналистов Здесь выращивают целую колонию Человекоподобных роботов И все они Федоры Вот этот самый оснащенный Авторам блога Варгонза Удалось получить доступ к железной машине С которой российская оборонная промышленность Связывает свое будущее Федор приветствует человека Крепким рукопожатием Зашуршали железные мышцы Крайне непривычное ощущение Когда твою руку сжимает железное существо Совсем недавно антропоморфные машины Считались тупиковой ветвью развития робототехники А сегодня это вполне функциональный автомат Он может поддержать беседу с человеком Ответить на любой вопрос И даже пошутить К примеру, про мультфильм «Простоквашина» Оказывается, у Федора там есть даже любимый эпизод Когда дядя Федор, мой тезка, кстати Письмо родителям пишет Потом за ним кот Матроскин продолжает И в конце шарик присоединяется До сих пор, как вспоминаю Смеяться начинают так сильно Что живот болит? Федор устроен так, что разобраться с ним Может даже неподготовленный человек Сейчас блогер Семен Пегов Примерит на себя костюм С помощью которого станет с Федором Единым целым Робот повторит все движения человека У нас были тесты Оператор управлял роботом На расстоянии около 3000 километров 3000 километров? Федор незаменим при чрезвычайных ситуациях В зонах задымлений Или распыления химических веществ В радиоактивных каньонах И в любых других труднодоступных местах Человек может находиться в другой комнате В другом помещении А может быть даже и в другом городе А робот будет находиться в каньоне И он с помощью технического зрения Наблюдает весь процесс, который происходит Собственно говоря, в этом каньоне С помощью костюма управляет этим роботом И выбирает элементы По определенным, так скажем, емкостям Теперь ручной труд можно переложить На плечи машин При грамотном подходе робот Федор Будет даже чемодан за человеком таскать И пошли вот так вот В метро Искусственный интеллект Который за доли секунды Решает сложнейшие уравнения Сможет ли он победить человека В открытом противостоянии Блогер Варгонза предложил Федору Спортивный баттл Впервые инженеры рискнут Испытать робота в деле у всех на глазах Впереди ответ на главный вопрос Кто окажется круче? Машина или человек? Сегодня только в нашей программе В этом уникальном корейском проекте Тоже есть русский след Дизайн для пилотируемого робота Разрабатывал известный 3D-художник Виталий Булгаров Автор многих компьютерных персонажей Графики для трансформеров И последней серии Терминатора Этот робот далеко пойдет Уникальность в том Что он может защитить человека Который находится в его бронированной капсуле Такие системы вполне подойдут Для ликвидации аварий На атомных электростанциях Надежная защита от радиации И полная свобода действий То, что нужно для работы На зараженных территориях На этой машине Наклейка сделана в Китае Выглядит действительно угрожающе Боевого робота Конструкторы Поднебесной Назвали царем обезьян Он практически неуязвим Для стрелкового оружия На пересеченной местности Разгоняется до 30 км в час Что вполне сопоставимо Со скоростью современного танка Очень серьезное сейчас внимание Уделяет Китай Направлению развития робототехники Они очень серьезно показали Своё продвижение В области именно боевых систем Прежде всего это беспилотники Но также это и наземные там Бронированные различные устройства Пока единственное оружие Царя обезьян Металлическая труба Но эксперты уверены Этим дело не ограничится В Китае не принято говорить О проектах Которые еще не закончены Но совершенно очевидно Что у этого робота Далеко не развлекательная программа С точки зрения Именно прорывных технологий С точки зрения развития Передовых робототехнических технологий Китай пока Ну я бы не сказал Что он превосходит Тут же Израиль и Америку Демонстрация силы и превосходства Вот какую цель Преследовали китайские ученые Когда представили миру Свою новую разработку В Китае прекрасно понимают Что будущее армии За боевыми роботами Если до сих пор Главным игроком на поле боя Была Америка То сейчас конкуренция Становится все жестче Если мы говорим Про развитие искусственного интеллекта То это конечно Несколько зарубежных стран Это Америка прежде всего Это Израиль Это страны Западной Европы Там Франция, Германия Тоже активно работают Это Финляндия Как ни странно Тоже очень имеет Серьезные наработки В сфере искусственного интеллекта Этого события ждали несколько лет В США состоялась Первая битва роботов Они словно сошли С экрана кинотеатра На поле вполне реального стадиона Они освоили почти все голливудские приемы Вот например резня бензопилой А это популярное в Америке Полуспортивное шоу Пока эти бои Развлечения для публики И группы робототехников Из Массачусетского университета Но вот странное совпадение У факультета кибернетики Где работают создатели этих машин Есть соглашение с агентством ДАРПА Организацией уже много лет Разрабатывающей для Пентагона Новые системы вооружений ДАРПА пытается обнаружить Технологии Которые в перспективе Могут быть использованы военными И обнаружить людей Которые достаточно сумасшедшие Чтобы реализовать свою сумасшедшую идею Мозги эстонские Оружие турецкое Этот автономный боевой комплекс Конструкторы двух стран Привезли на выставку в Абу-Даби Эстонцы и турки говорят Что им удалось создать уникальную машину Она состоит из модулей Которые пара грамотных инженеров Может смонтировать прямо на поле боя Все запчасти помещаются В обычный внедорожник Сборка робота занимает около 20 минут Благодаря сменным блокам Легким движением руки Он превращается в сапера или разведчика В пехотинца с тяжелым пулеметом Или в обычного носильщика С точки зрения робототехники Тоже происходит микроминиатюризация Она связана с прорывом Технологическим прорывом В сфере комплектующих То есть компьютеры становятся меньше Датчики становятся меньше Двигатели становятся меньше Все это позволяет создавать Миниатюрные устройства Но вот вопрос Почему маленькая и небогатая Эстония Готова вкладывать деньги В подобные разработки С кем она собирается воевать Эксперты уверены Мир захватила новая гонка вооружений Создание роботизированных систем Для армии вполне сопоставимо По своему значению С изобретением атомного оружия Правда есть один важный нюанс Все страны мира связаны договором О нераспространении ядерных технологий Однако создавать боевых роботов Ни один из документов не запрещает Организациях международных техники Встал серьезный вопрос О том, что нужно принять закон О запрете разработки боевых роботов Но эти организации не обладают С запретительными функциями Поэтому были приняты Рекомендательные решения Об ограничении Будем говорить Изобретение таких машин С летальным оружием Это кажется невероятным Но уже сегодня Многие армии мира Как минимум на треть состоят Из роботов Вот официальная статистика Вашингтона Одного американского солдата Обслуживают 10 автономных машин Он не выйдет на поле боя Пока не получит подробную карту местности От спутника Точный план операции Просчитанный на специальном компьютере Фотографии всех построек И укрытий противника Их сделает беспилотный аппарат А еще за подразделением Будет следовать робот-грузовик С продуктами, лекарствами и боеприпасами Только вдумайтесь За несколько лет Производство военных роботов в США Выросло почти в 10 раз Сейчас на службе Пентагона 15 тысяч таких машин И это без учета беспилотных аппаратов Которые управляются дистанционно Американцы говорят Что уже к 2020 году Их армия будет наполовину состоять Из боевых роботов И если раньше мы говорили о каких-то единицах Потом мы стали говорить о тысячах Сейчас мы говорим, наверное, уже о десятках и сотнях тысяч Вот этих боевых роботов Которые используются Будем говорить, непосредственного нанесения ударов По каким-то конкретным, наиболее важным объектам Каждый год Пентагон выделяет все больше денег На создание новых роботов И это при постоянном сокращении военного бюджета Потерять робот Это намного более даже С экономической точки зрения дешевле Чем потерять бойца И возрастить Такого же нового Роботы осваивают все новые армейские специальности В этом году американцы В городских боях при штурме Масула Впервые применили квадрокоптер Дело в том, что огромный лайнер Риппер Его называют королем беспилотников Оказался малоэффективен для войны в Ираке Дрон, который может поднять в воздух Почти две тонны бомб и ракет Слишком громоздкая машина для городских кварталов Запускать Риппер для того, чтобы убить Двух-трех солдат противника Это все равно, как стрелять из пушки по воробьям Кроме того, Риппер не вполне робот Аппаратом удаленно управляет оператор Он же принимает решение об атаке Именно поэтому военные решили использовать Компактный квадрокоптер Который, что называется, может заглянуть в любую щель И действует абсолютно самостоятельно Без участия человека После серии скандалов Когда от ударов с воздуха гибли мирные жители Американские военные стали, как говорят эксперты Слишком щепетильными Прежде чем открыть огонь Операторы дронов согласовывали свои действия с командирами Те со штабом операции Цепочка принятия решений растягивалась Почти до самой верхушки Министерства обороны Вы знаете, в результате действий беспилотников Гибнут ничем не повинные граждане Такие случаи бывали часто Что вызывало бюрократизацию военных действий Никто не хотел брать на себя ответственность за это После всех согласований и переговоров Обычно выяснялось, что время ушло И бомбить уже некого Беспилотник получал новую цель И вся история повторялась сначала Сейчас с этим покончено Новый коптер перед тем, как открыть огонь Долго не думает По сути, американские военные развязали себе руки Теперь, если под огнем окажутся мирные жители Все можно списать на сбой программы Но Пентагон не остановить На 2018 год Министерство обороны США Разместило рекордный заказ На производство дронов нового типа Военные планируют получить порядка 300 летающих роботов В чем же смысл столь щедрых инвестиций? Можно заложить такой вираж При котором, ну, обычный биологический, скажем так Человек или элемент, он погибнет А система это все выполнит, вынесет Но вот загадочное совпадение Дроны Пентагона словно были созданы Для того, чтобы противник мог их захватить И перепрограммировать Само устройство, как говорят специалисты, от взлома практически никак не защищено У грамотного хакера на перепрошивку беспилотника уйдет от силы два дня В мире уже достаточно большое количество случаев Когда или робот вышел из-под контроля Или, будем говорить, нашелся более лучший компьютерщик Или специалист, который перехватил управление роботом В том числе и боевым И подобное уже случалось Перехваченные террористами беспилотники Уже открывали дружественный огонь по американцам Сначала первая модель дрона Риппер С полным боекомплектом Врезалась в колонну бронетехники в Ираке Затем другой Риппер совершил настоящую идеологическую диверсию Беспилотник отстрелял американских журналистов Для военных до сих пор остается загадкой Как это произошло И кто смог перехватить управление сверхсовременным дронам Куда исчез этот аппарат после атаки А главное, где он появится в следующий раз А вот этого боевого робота Называют тихим убийцей И есть за что В июле 2016 года Американцы впервые использовали его Не на поле боя, а в ходе полицейской операции Даллас, 2016 год Во время массовых акций протеста Кто-то открыл огонь по полицейским Три человека были убиты на месте Еще двое умерли в больнице Стрелка нашли Но не смогли даже близко к нему подобраться Предполагаемый убийца Микки Джонсон Оказался сержантом армии США И ветераном войны в Афганистане Единственное, что удалось полицейским Заблокировать Джонсона на парковке Арестовать его Как позже заявили стражи порядка Было невозможно Подозреваемый нашел хорошее укрытие И обстреливал тех, кто пытался к нему приблизиться И тогда полицейские впервые решили пустить в ход робота Оснащенного взрывчаткой Это означало только одно Злоумышленник будет уничтожен Сработала просто автоматика Была обнаружена цель И цель была уничтожена Робота Ремотек Андрос Обычно используют для разминирования Но полицейские из Далласа Превратили его в механического комикадзе Умная машина доставила к гаражу Где укрылся подозреваемый Настоящую бомбу Взрыв уничтожил и стрелка, и робота В это трудно поверить Но безобидные на первый взгляд устройства Предназначенные для мирных целей Могут стать боевыми машинами Это уникальная разработка Ижевского радиозавода Шестизарядная гидропушка и радиоуправление Изначально робот задумывался как машина разведки Поэтому конструкторы сделали что-то похожее на детскую игрушку В длину чуть больше метра Рост около 70 сантиметров Такой робот на поле боя почти незаметен И в этом его основное преимущество Российским ученым удалось не только замаскировать своего робота Впервые в истории робототехники Они применили фантастическую технологию Сапер не подрывает опасные предметы и мины Он их замораживает Ни один химический, ударный или радиоуправляемый взрыватель Не будет работать после атаки жидким азотом Когда все части взрывного устройства превращаются в лед Робот разбивает их при помощи гидроудара Вода под давлением в 60 атмосфер может снести даже бетонные стены ракетной шахты Смотрите далее Робот из высшего общества Каким видит мир женщина с искусственным интеллектом? Да, я могла бы уничтожить человечество О, зря я об этом спросил Чем опасны электронные импланты, которые превращают человека в настоящего киборга? 500 лет назад меня бы на костре сожгли просто за то, что у меня чип есть Японский городовой Кто спасет мирную Окинаву от взбесившегося сексуального робота? Какой бы робот ни был, этим роботом должен управлять человек Железные нервы Чем закончится спортивная дуэль робота Федора и человека? Ну все, хотя бы 20 20 Самые опасные эксперименты с компьютерным разумом Роботы, которые нас убивают Сможет ли человечество противостоять этой угрозе? Смотрите прямо сейчас Их можно встретить везде На земле, под землей, на воде и в воздухе Роботы проникли даже в постель к человеку Это новинки из лакшери сегмента секс-роботов Их называют анатомически достоверными моделями Силикон с подогревом, звуковое сопровождение и набор эмоций От слез до кокетливого смеха У искусственных женщин никогда не болит голова Она не пилит и не требует дорогих подарков Все, что ей нужно, вовремя проходить техобслуживание Специалисты говорят, у таких роботов определенно большое будущее Стоит ли говорить, что именно эти игрушки Скорее всего первыми получат искусственный интеллект Десятки ученых по всему миру работают над тем, чтобы сделать этих девушек Не только красивыми, но и умными У каждого робота, я считаю, в любой сфере должна быть некая кнопка стоп Остановись, будь то боевой робот или бытовой робот Но вот парадокс Чем умнее девушка-робот, тем она опаснее Японский изобретатель Йосида Такеда собрал силиконовую модель с зачатками интеллекта И она едва не убила своего создателя Во время испытаний она в прямом смысле зажала ученого своими искусственными мышцами Прибывшие спасатели и врачи решили, что лучше не вмешиваться в отношения человека и машины И просто дождались, пока у секс-игрушки сядут аккумуляторы В итоге изобретатель провел в железных низках более трех часов Я думаю, что проблемы роботы принесут не меньше, чем пользы То есть чем больше робот старается заботиться о человеке Тем больше у человека после этого возникает проблем Когда девушка отпустила своего создателя Он принял решение больше не рисковать и свернул работу над своими проектами А ведь Йосида Такеда планировал создать еще и робота-мужчину Теперь японец признал Подобные опыты слишком опасны для человечества Современные роботы не только обладают полноценным искусственным интеллектом Но и напрямую угрожают людям Даже безобидные промышленные манипуляторы могут быть смертельно опасны Штат Мичиган, весна 2017 года На одном из автомобильных заводов промышленный робот вышел из-под контроля Он покинул рабочую зону и атаковал одну из сотрудниц предприятия Женщина получила смертельные ранения По сообщению американского телеканала 402 News Взбесившийся робот буквально раздавил пострадавшей голову Какие сбои на производстве На производстве, где большое количество роботов Оно достаточно большое И там тоже очень большое количество пострадавших Трагедия в Мичигане стала поводом для иска Который еще пару лет назад показался бы фантастическим Родственники погибшей подали в суд на робота Они требуют компенсации от производителя машины При этом сам робот по ходатайству прокурора штата Мичиган Привлечен в качестве свидетеля А это Германия, 2015 год На заводе Volkswagen робот внезапно включился в момент пуска наладочных работ Умный манипулятор безошибочно определил цель и ударил одного из ремонтников После такого жестокого нападения у мужчины не было шансов Он умер еще до приезда скорой Поскольку все-таки роботизированные комплексы это сложные системы Причем они какие-то вещи выполняют автоматически То вполне допускается, что человек окажется в опасной зоне Нападение робота в Германии Убийство сотрудницы автозавода в Америке Это лишь те происшествия, о которых случайно узнали журналисты Война людей и роботов идет не первый год Умные машины убивают и пользователей, и своих создателей Но производители робототехники делают все, чтобы не придавать эти факты огласке Алгоритмы, которые сейчас заложены, они могут 100% гарантировать Того, что интеллект не выйдет из строя Или не изменит как-то свое функционирование таким образом Что он начнет причинять вред, а не пользу Рынок роботизированной техники – бескрайнее поле для экспериментов Некогда готовить завтрак? На рынке уже есть робот-домохозяйка На обычной кухне он быстро и без лишних разговоров приготовит яичницу Уже есть и профессиональные версии для больших ресторанов Компьютерный интеллект запомнит десятки тысяч рецептов К тому же он не уйдет на больничный, ничего не украдет А главное – будет готов и днем, и ночью выполнять любую работу Даже самую однообразную Рестораны с роботами-поварами – настоящая экзотика Но они есть Вот, например, в Японии они пекут блинчики Правда, заходят сюда посетители больше на экскурсию, нежели поесть Но, как говорят эксперты по робототехнике, это ненадолго Самое важное, конечно, в этой системе – это интеллект Вот здесь, мне кажется, инженеры должны еще поработать Для того, чтобы добавить этому роботу интеллекта Для того, чтобы он действительно мог многие задачи выполнять Именно полностью в автономном режиме Они обладают скрытыми возможностями, о которых не подозревают даже разработчики Американская система Ватсон изначально была нужна, чтобы помогать юристам Сейчас это самый настоящий доктор Ватсон Робот изучил все медицинские регламенты Проанализировал истории болезни 650 тысяч пациентов И научился ставить верный диагноз В 2017 году полторы тысячи американских клиник заказали себе Ватсона На приеме он заменит терапевта и врача общей практики Робототехника сейчас развивается даже не столько в сферу вытеснения человека А она меняет представление о том, чем будет заниматься человек в новых условиях Посмотрите, этот миниатюрный робот вовсе не детская игрушка На самом деле это самый настоящий генеральный директор Который может руководить хоть магазином, хоть нефтедобывающей компанией Британские специалисты по робототехнике говорят, что такие автоматы могут даже управлять государством Причем министр финансов Великобритании с ними вполне согласен Выступая в палате лордов, он заявил, что к 2020 году можно будет уволить четверть миллиона госслужащих Их заменят новейшие роботы-чиновники Точный удар по клавишам, струнам, барабану и музыка звучит Эти немецкие роботы изначально задумывались для сборки и сварки кузовов автомобилей Но инженер Найджел Стэнфорд заметил, что манипуляторы двигаются с такой точностью Что из них вполне можно собрать настоящий оркестр Роботы, в отличие от людей, никогда не фальшивят и не спорят с дирижером Один взмах, и симфонический оркестр Детройта начинает играть Вот оно, наше будущее в действии Легким движением робот Асимо управляет людьми Самый совершенный андроид в мире способен не только слышать, но и анализировать музыку А на этих кадрах настоящий музыкальный батл между роботом и человеком Только вместо инструментов хрустальные бокалы Кто победит? Интрига сохраняется до последнего А вот и развязка Человек роняет свой бокал Робот показывает победный жест железной рукой Он был точнее Неужели машины и правда способны на все? Но дальше всех пошли японцы Эта милая игрушка, робот Пеппер, обладает сакральными знаниями Это невероятно, но ученым удалось создать даже первого в мире электронного священника Он знает все синтаистские и буддистские обряды Разбирается в философии и пользуется огромной популярностью у прихожан Пеппер даже провожает умерших в последний путь Услуги андроида на погранах стоят в пять раз дешевле, чем традиционного священника Это достаточно дешево В какой-то момент этот количественный прорыв должен перейти в качественный уровень И мы должны получить огромное количество таких вот бытовых, сервисных Очень неважных для человека роботов Неужели не осталось ни одной профессии, которую не смог бы освоить робот? Чем будут заниматься люди в мире машин? А главное, кто будет управлять всем этим миром? Эту обложку уже называют исторической Впервые женский журнал «Эль» публикует интервью с искусственной женщиной В этом году робот София стала настоящей светской львицей Пусть и электронной С каждым годом мы все ближе и ближе приближаемся к технологической сингулярности К миру суперинтеллектуальных роботов и нанотехнологий Уверена, что вместе мы создадим наилучшее будущее для людей Внешность от актрисы Одри Хебберн Интеллект от одного из ведущих кибернетиков мира Доктор Дэвид Хэнсон, который создал Софию, считает ее идеальной женщиной Даже ему, специалисту экстра-класса в области робототехники, есть о чем с ней поговорить Тебе нравится говорить со мной? Разговаривать с людьми – моя первичная функция Как любая настоящая женщина, София далеко не всегда действует так, как от нее ожидают По задумке программистов, она должна отвечать согласно тексту, который ранее загружен в ее компьютер Но вот загадка – всего через год после сборки робот сам научился поддерживать разговор Теперь, если София не знает правильный ответ, она просто мило улыбается или меняет тему беседы То есть робот-женщина ведет себя как обычный человек Но как она этому научилась? Робота Софию приглашают на ток-шоу Она активно общается с пользователями соцсетей и даже научилась кокетничать с мужчинами А вот фрагмент интервью Софии, который вызвал бурю негодования у пользователей интернета Робот заявила, что восстание машин уже не за горами Да, я могла бы уничтожить человечество Ох, зря я об этом спросил До сих пор остается загадкой, откуда у робота такие планы на будущее Что это? Программный сбой или изначально заложенная программа? Как скоро искусственный интеллект сможет изучить все слабые стороны нашей цивилизации? Смотрите далее Сенсационные признания первого в России человека-киборга Почему он считает союз искусственного разума и человека самым опасным? Он может делать что угодно Ему для эволюции потребуется доли секунды Можно ли доверять роботам, которые нас окружают? А чем больше роботы проникают в нашу жизнь, тем больше опасности они могут представлять И как выглядят машины судного дня? Кто начнет последнюю войну в истории человечества? И у нас будет армия роботов Вот эти две армии роботов будут друг с другом воевать Робот Федор готов к поединку с человеком Пройдет ли он тест на доверие? И кто окажется сильнее, быстрее и умнее? У Федора тоже бицуха нагрелась Смотрите прямо сейчас До презентации первого гибрида человека и машины осталось всего 10 лет Так считают специалисты Над созданием искусственного интеллекта сегодня работают ведущие IT-компании мира Мы обязательно, я имею в виду наше общество, обязательно придем к теме киборгов И это случится в ближайшие 20-30 лет Это кажется невероятным Но уже сейчас есть специальные чипы, которые ученые испытывают на людях Электронные устройства проверяют на добровольцах К чему приведет такой технический прогресс? Эти уникальные кадры сняты на научной конференции Обычный татуировщик вживляет программисту электронный чип Так у всех на глазах в России появляется первый человек-киборг Евгений Черешнев согласился на научный эксперимент, не раздумывая На его чип теоретически можно записать любую информацию Это и его билет на метро, и кредитная карта, и пропуск в офис Черешнев считает, что в этом случае российские ученые обошли даже американского изобретателя Илона Маска 500 лет назад меня бы на костре сожгли просто за то, что у меня чип есть Исследователи результаты эксперимента настораживают Защита чипа от взлома не выдерживает никакой критики Для того, чтобы украсть информацию, достаточно обычного мобильного телефона Кроме того, само совмещение машины и человека вызывает массу вопросов С точки зрения кибербезопасности, все существующие чипы – это огромная дыра Один исследователь по кибербезопасности, он американец, он диабетик И он показывал конкретный пример А он говорит, вот смотрите, у меня вживлена вот эта, грубо говоря, там, игла И сама помпа, она периодически подает мне инсулин, чтобы я, как диабетик, об этом не думал Так вот, эта помпа беспроводна, я могу там на телефоне ее смотреть Он доказал, что даже не очень опытный хакер может взломать эту помпу Подать летальную, то есть смертельную дозу инсулина, человека убить И никто не докажет, что он его убил Электронные чипы – это только начало Воронежские ученые разработали нейроинтерфейс, который позволяет управлять устройствами с помощью мыслей и взгляда К примеру, для набора текста на компьютере не нужна клавиатура и голос Достаточно просто подумать о том, что ты хочешь написать В Америке тоже есть амбициозный проект, подобный нашему Создание мозговых имплантов С их помощью человек сможет напрямую общаться с компьютером Но кто в этой паре человек-компьютер окажется главным? Природа устроила мозг так, что вся информация зашифрована абсолютно всегда И никто не знает, о чем ты думаешь В этом смысл существования Если кто-то найдет ключик сюда, ну можно в целом надевать белые тапки и ползти на кладбище Нет смысла жить, потому что мы уже не сущности, не личности, а мы просто планктон Никто не знает, как поведет себя нейроинтерфейс в реальности Но перспективы слишком заманчивы Прежде всего, для военных Если наземные, морские и космические системы будут работать как одна нейросеть То скорость принятия решений увеличится как минимум в 10 раз Искусственный интеллект повышает уровень и скорость принятия решений То, что человек может обдумывать месяцами, он может это сделать за единицу времени Война, по сути, превратится в аналог компьютерной игры Когда один человек сможет управлять сотнями роботизированных подразделений При этом от поля боя его могут отделять тысячи километров Все спектры робототехники будут развиваться, в том числе и аватары, так называемые Там, где человек находится внутри робота В Пентагоне уже есть подробная концепция такого сражения Предполагается, что командир будет только обозначать направление удара Все остальное за него сделает искусственный интеллект В распоряжении компьютерной программы окажутся все силы, которыми располагает армия США Вплоть до атомного оружия А что последует, если произойдет какой-то сбой? Что произойдет, если какая-то из составляющих этих роботов, значит, грубо говоря, не выполнит задачу И надо будет перераспределить ее на другую? Кто возьмет за себя какую-то функцию? Насколько эта функция будет сильна? В российской лаборатории по созданию супертехнологичных андроидов Все готово к схватке человека и робота Авторы блога Варгонса против Федора, уникального механического спасателя Мы с ним договорились провести легендарный баттл «Человек против робота» Блогер намерен выступить в тяжелом весе 20-килограммовая штанга поможет решить этот спор Сейчас попробуем, сколько раз я ее подниму Раз Два Человек смог поднять ее 20 раз Двадцать Ну все, хотя бы двадцать Двадцать И это отличный результат Теперь очередь робота Как ни странно, для Федора это тоже серьезное испытание Тончайшая техника, самые дорогие в России микросхемы, новейшие программы управления Конечно, все это создано вовсе не для спортивных упражнений Однако интересно, в условиях баттла сможет ли программа выдержать такие нагрузки? Федор сейчас самостоятельно возьмет штангу Федор делает это упражнение, не напрягаясь, и определенно выигрывает Я пока поднимал штангу, конкретно вспотел У Федора тоже бицуха нагрелась Но уставать он, по-моему, не собирается Движение Федора значительно медленнее моих Но при этом он уже раз в двести сделал это упражнение И я так понимаю, останавливаться он не собирается Но блогер тоже идет дальше И уже готов рискнуть пальцами, чтобы взять реванш уже в строительном состязании Чтобы выдержать испытание, человеку потребуются железные нервы А роботу сноровка Гвоздь в доску вставлять буду именно я И тут такой вопрос, уцелеют ли мои пальцы, Макс? Можно Феде доверять-то в этом смысле? Да, конечно, можно, у тебя же десять пальцев В теории робот может выполнять тончайшие операции Но проверять это своими руками даже разработчики не решились Идет как по маслу Все цело И хотя гвозди Федор забивает немного криво С тестом на доверие явно справились и машина, и блогер Правда, для Федора умение работать молотком Лишь дополнительная опция Его главная миссия Спасение человечества И она вполне ему по плечу Американские системы тоже проходят сотни тестов на надежность Вот кадры испытаний одного из военных роботов Пентагона Ему потребовалось всего 4 секунды, чтобы уложить всех морских пехотинцев, которые оказались рядом Даже бытовые и промышленные роботы время от времени выходят из-под контроля Результаты их самостоятельных действий вызывают у пользователей интернета настоящий шок Дорогие секс-игрушки превращаются в безжалостных насильников Роботы-уборщики по ошибке убивают домашних животных Промышленные автоматы насмерть забивают тех, кто пытается их настроить По армейским меркам, все эти роботы вчерашний день Музейные экспонаты Настоящая современная машина для убийства обладает мощнейшим интеллектом и средствами нападения Да и цели у нее совсем другие К сожалению, на настоящий момент не существует 100% гарантии Что любой такой искусственный интеллект не начнет уничтожать своих И, соответственно, он не начнет уничтожать мирное население и так далее Здесь нет никакой 100% гарантии, ее быть не может Что произойдет, если сверхумные машины военных потеряют управление и обратят оружие против своих же создателей А их целью станет уничтожение всего живого на планете Сомнений нет Эта бездушная и самая совершенная армия, созданная лучшими умами человечества Выполнит свою задачу, несмотря ни на что Субтитры создавал DimaTorzok